Украина как государство, как территория уже давно не существует. Здесь план Б у американцев прежде всего зафиксировать свои финансовые вложения в Украину. Потому что Украины как таковой нет. Государственности как таковой нет. Правительство на внешнем управлении, на внешнем финансировании. А с кем договариваться? Переговоры могут быть только об одном. Безоговорочная капитуляция киевского режима, суд над военными преступниками и присоединение территории Украины к России. Они это прекрасно понимают. И поэтому, чтобы не довести его до такой катастрофы собственных интересов, вот как они это воспринимать будут, мне кажется от них можно ожидать собственно и следующего шага. Ну вот смотрите результаты опроса, которые мы провели на сайте НТВ. Секунду, дайте мне пожалуйста сюда опрос. Вопрос сформулировали следующим образом. Нам нужно готовиться к войне с Европой после завершения специальной военной операции. И вот результаты. 80% эта война уже давно идет и не скоро закончится. 11% да, НАТО сделает все, чтобы воевать с нами. И только 9% говорит, нет, Европа воевать не хочет. Ну вот получается, подавляющее большинство наших людей считает, что мы уже в состоянии войны. Вопрос о стадиях, понимаете? Действительно, то о чем я говорил, опосредованно война идет. Да. То есть пойдет ли Европа на новую стадию лобовой удар? Вот в чем вопрос. Да. Ну если товарищи их попросят, я думаю, что пойдут. Не случайно все посольства переехали в начале СВО в город Львов. И, в общем, было понятно, подыскивался вариант, каким образом вывести Польшу из-под действия пятого пункта устава НАТО. И, естественно, да, она следующий кандидат на то, чтобы ее бросить под русские танки. Целью, еще раз, Запада, это точнее англосаксонского Запада, не является победа в этой войне. Они не стремятся победить ядерную сферу державы России. Целью войны для них является, как и в Израиле, кстати, с арабами, является сама война. Кровь, уничтожение. В любом случае они выигрыши. Да. В любом случае выигрыши. Не только они. Экономически, да. Я могу судить только по экономике. А Польша, да, ну что. Слушай, это, я все время говорю, на самом деле, это национальная забава российско-германская, делить Польшу. Немец только не тот пошел, делить не с кем. А так, в общем, национальная наша забава... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok